Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые медики, уважаемые контрагенты. И я сейчас открыл 749 приказ Минздрава Российской Федерации, если быть точным 749N. И вот он у меня на рабочем столе скачен, это из Консультант Плюс, каждый из вас может скачать этот документ 749N приказ. И соответственно я открыл методики, пункт 46 в этом приказе определяет методики, которыми должны пользоваться фельдшера, по всей видимости, медики при проведении так называемого входного и не входного вообще мониторинга психологического состояния своих подопечных, имеется ввиду работников предприятия. Другими словами, люди выходят на рабочую смену, проходят определенные процедуры, я о них еще поговорю подробнее, это там замерение температуры и ряд других показателей. Но я хочу поговорить пока в этом видео о самом приказе. Обратите внимание, пункт 46, вот он так выглядит. Соответственно в этом приказе названа простая сенсомоторная реакция на свет. Я вообще хочу сказать, что этот приказ писал, может быть, я подозреваю, что это может быть медик, но медик теоретик, медик не практик, который никогда, никогда не проводил предсменных психологических обследований, периодического психологического мониторинга, входных каких-то контролей при трудоустройстве на работу и так далее. Писал далеко не практик, писал теоретик, мало себе представляя конкретную работу предприятий, организаций, которые сталкиваются с такими обследованиями. Обратите внимание, здесь допущена ошибка в самом приказе. Методика называется не простая сенсомоторная реакция и не сложная сенсомоторная реакция, а правильное название методики простая зрительно-моторная реакция. Аналогичным образом называется и сложная зрительно-моторная реакция. Вот в этом основная ошибка. Сейчас я завершаю это видео и в дальнейшем покажу еще несколько интересных моментов, связанных с приказом 749.